Сегодня нужно одуматься, и пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, которым можно договориться, завтра это уже будет невозможно. Знаете, я когда разговаривал с Пригожиным по известному случаю, я ему привел параллель. Но сегодня, вот в данный момент, в 11.00, мы еще с тобой можем разговаривать на тему отдать Шойгу Герасимова, не отдать, встретиться с Путиным, не встретиться, он же таки выдвигал условия. Но как только погибнет хоть один мирный житель, с тобой никто разговаривать не будет, и даже я. Ты уже будешь террорист, который убивает своих людей. Он говорит, Александр, я никого не убивал. Я еще раз говорю, подчеркиваю, на 11.00 с тобой разговаривают, и может быть от этого какой-то результат. В 17 часов с тобой вообще никто не будет разговаривать. Почему? Потому что ситуация может измениться настолько, что ты просто не нужен никому будешь. Точно так в Украине. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. Я имею в виду не столько Беларусь, сколько Россия. Она будет разговаривать в силу той ситуации, которая складывается, и прежде всего на фронте, и не только на фронте. После так называемого контрнаступа ситуация изменится. И захотят ли с тобой разговаривать? Такую параллель я провел в разговоре с Женей Пригожиным, когда у меня состоялся этот разговор. Но это же действительно так. Сегодня можем говорить, договариваться можно. Завтра никто с тобой разговаривать не будет. Об этом тоже надо думать. Время очень меняется. Война идет. Жаль, что политики, это уже вопрос политический, не только военный, в Украине этого не видят и не понимают. Все устаканим потом. Сядем, договоримся и прочее. Все, ну, боюсь, от слова говорят, забудется. Ну, возьмите с Германией. Ну, какая была война? Да, 30 миллионов погибло людей. Ну, и что мы волком друг на друга смотрим? Ну, Россия вообще в обнимку до СВО ходила с Германией. Дешевые энергоресурсы, энергоносители и прочее. Новые поколения появились, которые хотят жить в мире и так далее. И как-то это зарубцевалось. Мы, конечно, помним, все помним. Мы не забываем, чтобы не повторилось. Мы это помним, особенно в Беларуси и в России. Но в то же время мы двигались навстречу друг другу. Не знаю, зачем Германии надо было обострять отношения. Все равно, рано или поздно, это движение восстановится. Но тем более с украинским народом. Мы же разговариваем на одном языке. У нас одна культура. Мы фактически от одного корня, один народ. Но надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Погибло много людей, да. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас. Сесть за стол переговоров без предварительных условий. И там уже определяться. Территории, безопасность, будущее Украины, России, Беларуси и так далее. Все мы должны решить за столом переговоров. И это зависит должно от Украины, Беларуси и России. Но меньше всего от Соединенных Штатов Америки. Они далеко. Они понимают, что здесь происходит. Но это вроде не их война. Поэтому мы должны здесь решать эту проблему.